Сегодня мы научимся вязать вот такие варежки. Подробные поясняющие уроки к этому мастер-классу вы найдете под видео. Эти варежки я вязала спицами и тунисским крючком для ребенка трех лет. Сначала вяжем небольшой образец и определяем сколько петель нам необходимо для вязания варежки. Я набрала 40 петель на спицы и буду начинать вязание резинкой один на один. Вот я провязала резинку и сейчас переносим вязание на крючок и будем вязать тунисским крючком. Узор можно подбирать любой. Теперь я провязала примерно полтора сантиметра узором. Вот в этой точке находится центр варежки. И теперь с правой и с левой стороны от центра прибавляем по одной петельке. Я буду добавлять петельку, провязывая в цепочку закрепления дополнительную петлю. И тогда их будет больше. Таким образом, я провязала 7 рядов и добавила в целом 14 петель. По 7 петель с каждой стороны от центра. И теперь складываем вот в этом месте у нас будет пальчик. Вот таким образом. И далее продолжаем вязать варежку обычным образом, провязывая ряды вправо-влево. Вот я набрала первый ряд и дальше провязываем еще несколько рядов. Теперь провязан примерно квадратик и можно начинать делать убавления. Убавления делаются по одной петле с этого края и по центру надо убавить две петли симметрично. Где-то немножко отступив от центра, вот тут например и здесь. То есть всего в каждом ряду убавляем по 4 петли. Делается это очень просто. Вдеваем крючок сразу под две петли и провязываем их вместе. И вот вместо двух петель уже одна петля. Конечно, если вы вяжете узором, то это будет уже сложнее сделать. Вот я провязала. Так это выглядит. И когда уже останется совсем мало петель, то последние петли мы будем следующим образом вдевать крючок сразу под все петли. И затем просто провяжем их одной петлей. Вот таким образом. И эти петли стянутся. Вот готово варежка. И осталось только провязать большой пальчик. Вяжется он по кругу с помощью двухстороннего крючка. Эту технику я даю в отдельном уроке. И ссылку вы увидите под этим видео. Так провязываем по кругу три ряда. Еще, если у вас нет двухстороннего крючка, как вариант, можно использовать дополнительную небольшую спицу. Вот такую. И сначала набираем наборный ряд. Несколько петель, в принципе, чем меньше, чем проще. И тогда переносим эти петли на вспомогательную спицу. Крючок вытаскиваем и вдеваем этот крючок с другой стороны. Таким образом вытаскиваем вспомогательную спицу. И теперь можно перевернуть работу. Закрывать петли с другой стороны. И делается это уже другой ниткой. И затем в четвертом ряду провязываем петли попарно. Таким образом, чтобы убавить половину петли. То есть по две петли вместе. И оставшиеся петли все стягиваем одной петлей. Так же, как мы стягивали вершину варежки. И вот такие замечательные варежки получились. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках. За то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч! До новых встреч!